Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что лучшим решением в этой ситуации, самым лучшим решением в этой ситуации было бы выразить свои чувства относительно того, что вы хотите. Потому что мне кажется, что основная трудность, проблема заключается как раз в том, что вы неискренен со своим молодым человеком до сих пор. Вот, точнее, вот именно сейчас неискрененен. Когда-то были истренние, а сейчас нет. И мне думается, что в этом, собственно, сложность ваша в том, что вы меняетесь в том, что вы хотите чего-то другого, не того, что дает вам молодой человек. С другой стороны, если у нас болезненная тема детства, болезненная тема родителей и вообще есть некоторые трудности в детстве, то важно понимать, чего вы хотите чего вы хотите, потому что ваше высказывание по поводу того, что вы, каким вы видите своего партнера, ну, свидетельствует скорее о том, что вы устали от ответственности за себя, что вам хочется защищенности определенной, что вам хочется расслабленности, вам хочется переложить ответственность на другого человека, вам хочется быть ведомой, да, не ведущей, а ведомой. И это, конечно, позиция, безусловно, но важно, чтобы вы сами себе были в радость, важно, чтобы вы сами себя не тяготили. Поэтому это вот такое отдельное направление, да, с этим связано ваше желание довольно четкого образа партнера. И то ли это вот то, что вы говорите, потому что, например, те же великие вопросы, теории заговора, это, ну, в общем-то... Важно, чтобы не напоминало схоластику, да, важно, чтобы это не было чем-то схоластическим, важно, чтобы это не было перетранным из пустого в порожне, ну, а теории заговора так вообще, в общем-то, является бесполезным и так далее. То есть я понимаю ваше желание, как бы, подняться выше над тем, что молодого человека интересует только семья с вами, да, я понимаю, что вы чувствуете, что перерастаетесь, чувствуете, что способны на больше, да, вот. Но это скорее проявление вашего творческого потенциала, это скорее проявление вашего личностного потенциала, это скорее проявление готовности быть не только, допустим, женой, допустим, матерью, да, но еще и субъектом деятельности, и, возможно, это потребность что-то сказать миру, да, вот, ваше стремление к более высоким идеям, к более высоким интересам, к мудрости, это как раз-таки про это. И вполне вероятно, что своего молодого человека вы опять же перерастаете, но не столь это важно, сколь важно, чтобы вы для себя оформили этот момент, то есть на что конкретно нацелено ваше вот это стремление, да, и как это стремление связано, например, с потребностью в человеке, потому что одно дело вы хотите что-то сказать, а другое дело вы в чем-то нуждает. Понятно, что родительская история здесь это достаточно сильно отягощает. Почему у вас хаос в чувствах? Потому что вы к ним не прислушиваетесь, вы их, вероятно, боитесь, в них вы видите некую угрозу, слабость может быть, соответственно, вот, такой, ну, такие проявления. Мужчина, уверенность, мужчины, это отражение власть, то есть вы выбрали такого партнера, чтобы, вероятно, не переживать по поводу того, что он, ну, от вас уйдет. То есть вы знаете, что он вот такой верный, знаете, что он вот такой прилипчивый, вы знаете, что он такой вот параноик, да, и так далее, то есть все это вот отражает вас, потому что свободные отношения, вероятно, вам, ну, свободные, в смысле, на расстоянии, да, вот так вот, не сходясь, вам было бы устраивать достаточно сложно, и если бы мужчина был более такой самостоятельный, менее ориентированный на семью, там, на вас и на прочее, то, вероятно, вы ревновали бы сами. По поводу отношений на расстоянии, в принципе, я вас понимаю, я понимаю то, о чем вы говорите, что вы устали от этого, и, в общем-то, была чаще такая виртуальная история, да, вот, и понятно, что отношениями это назвать можно весьма-весьма большой натяжкой, здесь, опять же, важно то, чего вы хотите, вот, то есть здесь важно увидеть то, что вы хотите, и адекватно реализовать. По поводу того, что вы не хотите, боитесь, что у молодого человека будет эмоциональная рана, это не ваша ответственность, это не ваша проблема, это, как раз таки, трудность с выстраиванием личных границ, потому что, если у молодого человека будет какой-то негатив от этого, то это исключительно его ответственность за его следствие его выборов, вот. То есть здесь я бы с чувством вины поработал бы, и вы не ответственны за то, что происходит с людьми. С другой стороны, с другой стороны, чувство лучше всего проверяется в определенной смене, то есть если вы сейчас, например, с молодым человеком расстанетесь, потому что перспектива вас не радует, а повстречаетесь с, может быть, другими мужчинами, или одна побудете, как вы сами хотите, например, то, возможно, вы будете с чем сравнить, потому что все-таки вы встречаетесь, ну, достаточно с раннего возраста, да, то есть это 17 лет, даже, наверное, 16 с половиной, вот, то есть это тогда, когда вы встречались, вы были ребенком, вот, сейчас вы уже взрослые, вот, конечно, много у вас за это время поменялось, вот, поэтому тут тоже этот момент нельзя не учитывая, вот, в любом случае, как бы так сказать, вот, на первый взгляд, вы делаете, ну, на пользу отношениям, да, когда ведете себя, ну, адекватно, например, но с другой стороны, вы отношения, что называется, кристаллизируете, вы делаете их более кристаллизованными, вы делаете их, ну, более искусственными, скажем так, вот, и это тоже не есть хорошо, потому что в таком формате отношениям есть множество, множество, множество ожиданий и есть место разочарованиям, вот, разочарование, грязь-таки, пережить способно, к сожалению, не в всех отношениях, вот, а когда люди привыкают долгое время жить в будущем, а это то, что вы делаете, ну, разочарование более-неболее неизбежно, вот, поэтому здесь очень важно максимально такое вот реалистичное восприятие того, что происходит, ну, образно говоря, между вами и молодым человек максимально реалистичное, уже исходя из этого, как вам смотреть, да, как вам дальше поступать, ну, понятно, понятно, что нужно разобраться в себе, да, сначала, то есть, ну, не торопиться, вот, не бежать как-то впереди, а именно, вот, разобраться в себе спорта, ну, дальше уже будет видно, куда и как, в какую сторону вам двигаться и что делать. На этом всё, я надеюсь, что кто помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас.